Всем привет, ребята, вы на канале Мир и Мира, и сегодня, да, извините за скин нуба, я установил себе новый скин, и с нубом уже ходить как-то нелепо, да, многие даже уже начали меня критиковать за этого нуба, ну и ладно, скоро я изменю скин, просто получилось как-то так, что... Да, как-то так получилось, и сегодня, если вы до сих пор не догадались, по названию я буду устраивать битву шейдеров, где я скачал 5, по моему мнению, самых лучших шейдеров, ладно, призванаюсь, скачивал я их наобум, лишь бы было на версии 1.13.2, и вот, что у нас получилось, я для начала буду тестировать шейдеры Куда, как мои самые первые из скачанных, и также я считаю, что они довольно крутые, но у них тоже есть немного недостатков, для начала мы как бы изучим небо, да, небо красиво, правда, облака недосягаемы, но облака довольно разные, и также они умеют перемещаться, солнце круглое, и лучи от солнца падают на землю, даже мы можем увидеть тень, кстати, которая тоже зависит от солнца, вот видите, наша тень, тень, этих вот самых растений, даже, скажем, какого-нибудь скелета возьмёт, он бегал, но, короче, от всех мобов и блоков идёт тень, и, кстати, единственное, что не понял, как тень может ложиться на лаву, ведь лава, она как бы, и так светится, на ней не должно быть тени, ну да, немного нелогично. Теперь расскажу, что вам мне не нравится в этом шейдере, да, здесь, как бы, в грозу, если мы заметим, деревья начинают, ну, листва у деревьев начинают шевелиться, либо, если мы вот так подрубим, вот так вот сейчас, то листва скоро начнёт шевелиться, ну, не знаю, почему она не хочет шевелиться, но ладно. Что мне не нравится, когда мы отпускаемся под воду, тут слишком всё темно, да, если мы опустимся ещё на несколько уровней, то поле зрения у нас будет совершенно маленьким, но, единственное ещё минус, то, что шейдеры будут у вас лагать, если, конечно, у вас не мощный компьютер, даже у меня на таком мощном они порой лагают. Вот, давайте мы себе вот так вот сейчас сделаем, да, вот, всё, теперь, теперь-то лучше, я слабо вижу, но зато у меня, как бы, не багает. Да, в болоте здесь точно такое же зрение, ничего не отличается, и, если мы сейчас зайдём в какой-нибудь океан, то вы увидите то, что под водой даже с ночным зрением и водным дыханием темно, я это уже тестировал, и поэтому 10 баллов этому шейдеру я уже не поставлю. Ну, иногда, эти шейдеры в начале, когда играешь, тебе кажется, что они не слишком яркие, да, но после вы к этому обязательно привыкнете. А так, смотрите, как он ещё круто поступил с дёрном, который растёт и на вот таких вот поверхностях блока, и это просто шикарно. Поэтому этому шейдеру я ставлю 8 баллов. Шейдеры куда? 8 баллов, лишь из-за воды. Вот, если уберут воду, то я спокойно поставлю ему 10 баллов. Протестируем следующий шейдер. Ребят, перед вами Океану Шейдерс. Эти шейдеры, конечно, уступят Куде, но смотрите, как вода переливается, и очень это выглядит красиво. Ну, да, выглядело бы красиво, если бы этому немного добавили анимации. Сейчас, потому что вода как бы переливается, но вот отсюда это сблизи видно очень красиво, а издалека вообще уродливо. Ребит в глазах, одним словом. Это надо бы убрать. Вот вблизи эти шейдеры видно очень красиво. Под водой здесь прям шикарно. Вот за воду я ещё на 1 балл выше поставлю этим шейдером. Так, теперь вода. Скажем, да, небольшой баг есть, но не будем из-за этого снижать общую оценку. Да, ещё раз напоминаю, это Океан Шейдерс, который ценится именно своим океаном. Насчёт солнца. С солнцем мы здесь почему-то... Видимный вылет. И Сабина стримишь немного. Да, кстати, прошлые Майнкрафтские облака он не убрал, но за этими облаками весь мир выглядит настолько ужасно. Снизу они выглядят белыми, но когда ты взлетаешь, они становятся прозрачными, и мир становится какой-то белый. Не знаю, с чем это связано. Да, солнце красивое, но всё-таки этому шейдеру я бы поставил... Да, за воду он получит больше. Засмотрите, вода у него красивее, но тоже багает. И поэтому я, ну не знаю даже, поставлю этому шейдеру 7 баллов. Приступим дальше. Океан Шейдерс и Куда мы уже проверили. А также, кстати, тут... Ну... Да, всё-таки этот шейдер не идеальный. Хотя тоже тучи сгущаются, когда наступает дождь. Но эти облака выглядят уродливо по сравнению с этими. Вот обычные Майнкрафтские облака, это красиво. Такие обычные тоже, но когда они вместе, это становится некрасиво. Ну и ладно. Кстати, ночью... Почему я, кстати, замечу во всех шейдерах, ночью становится жутко темно. И без факелов тут не обойтись. Да, кстати, вода становится полнейшей мочой ночью с факелом. Ладно, перейдём к следующему. Это мы ставим 7 баллов. Это третий шейдер. Шейдер под названием Reveranded. Я не знаю, что это значит, но... Звучит довольно круто. Давайте-ка изучим эти шейдеры. Под водой мы скажем то, что у нас вид какой-то очень плохой. Очень мутно. Не, во всех это так. Вот, например, войду в какой-нибудь другой биом, где есть вода. Ну, например, вот сюда, вот в реку. Кстати, кто это здесь плавал? Видите, тут всё равно такой же вид. Так, давайте попробуем выпить вот эти вот два зелья. Так, этот и водное дыхание. Вот так всё. Выпьем одно. Выпьем другое. Вид ничуть не изменился. Точно так же в шейдерах Океана и Куда. Я не знаю, с чем это связано, но это мне не нравится. Кстати, есть ещё одни шейдеры Виздом, но, к сожалению, я не нашёл эти шейдеры в интернете именно для этой версии. И поэтому я это не взял. Кстати, насчёт Reveranded. Вода здесь, ну, почти не изменилась. Я бы даже скажу честно. Вода здесь ни капельки не изменилась. Когда мы вот так вращаем, всё настолько размытое, что по пикселям разбивается. И облака добавились новые, но старые облака по-прежнему остались. Да, это, конечно, можно удалить эти облака с помощью настроек графики, но всё равно. Всё равно, этому шейдеру я поставлю 5 баллов. И считаю, что Reveranded не достоин того, чтобы его скачивали. Хотя... Ой-ой-ой. Во тьме тут тоже, кстати. Во всех шейдерах... А, нет, на шейдерах. Это на Optifine именно работает вот этот вот ручной факел. А также, когда его бросаешь. Да. Но всё равно, смотрите, отсюда всё хорошо видно в пещере. А когда вот мы входим в пещеру, не видно ничего совершенно, ничего. Вот, что мне не нравится во всех этих шейдерах. Ну да. 5 баллов, мне кажется, это самое максимальное, что можно этому поставить. Переходим дальше. Следующие шейдеры, это шейдеры Thersault. Эти шейдеры, я даже не знаю, что это, даже не видел скриншотов. Но просто скачал так, как эти шейдеры были очень популярны. И, что я вижу? Отстой. Даже Rare Oriented был круче. Ни за что не скачать эти шейдеры. Да, смотрите, какая стала трава. Она вообще не похожа на траву. Ты считай, в какой-то пиксельной игрушке играешь. Типа, Exploitation. Кстати, когда я вошел в этот... В этот... Да, под водой все стало шевелиться. Но снаружи вода выглядит вообще по-ненормальному. Эта игра... Это даже мне напоминает какую-нибудь пиксельную игру. Постойте, камень? Да тут все какое-то такое вот решетчато. И... Это вообще не похоже на Minecraft. С такими шейдерами Thersault. Кто-то еще писал то, что... Самые лучшие шейдеры. Прям такие вот комменты крутые. Прям скачивайте. Ни в коем случае не пожалеете. А вот пожалеет. Смотри, что это он... Что это вообще такое? Вот кто так делает? Therassault я поставлю 2 балла. 2 балла. Ладно. 2 с половиной. Но не больше. 2 с половиной балла. Пока что лидирует Куда. Но у нас есть еще один шейдер. Который мы проверим. Да, 2 шейдера. Следующий второй шейдер. Это встроенный шейдер самого Optifine. Не знаю, что это за шейдер. Но давайте мы его тоже проверим. Получается здесь 6 шейдеров. И можно сказать то, что шейдер Therassault не достоин победы. Да, здесь уже... Здесь даже вот крутятся вот эти вот самые, но... Но все равно все блоки выглядят как уродские какие-то. Согласитесь же, да? Играть в Майнкрафт с такими странными блоками решетчатыми это вообще не дело. Да, тень есть, но 2 балла. Окончательная оценка 2 балла. Последние шейдеры. Это шейдеры Verus. Не понимаю. Какой тупой человек делал эти шейдеры? Не изменилось ничего. Ну, давайте, может, под воду посмотрим. Может, там что-то изменилось, да? Нет. Ничего не изменилось. Шейдеры Verus. Это вообще... Не знаю. Самое ужасное, что я видел. 0 баллов. Потому что это даже не шейдеры. Последние шейдеры. Это встроенные шейдеры. Посмотрим, куда победит. Или все-таки встроенные шейдеры Optifine опередят даже саму Куду. Кстати, тени тоже нет. Освещение то же самое. И даже с шейдерами это не назвать. Ну да, ребят. Это встроенные шейдеры. Шейдеры Verus и встроенные шейдеры ничем не отличаются. Я даже не понял, в чем смысл встроенных шейдеров. Единственное, что изменилось, это то, что факел теперь освещает землю. Да, я тоже проверял. Ну, точнее, не землю, а, короче, все освещает. Смотрите. Мы, короче, так докопались. А, и началось зрение, ребят. Надо попить воду. Сейчас я вам покажу, что единственное, что на этих шейдерах изменилось, это то, что факел теперь освещает такие блоки, когда ты его держишь в руке, либо вот так вот кидаешь на землю. А все остальное не изменилось. Так что, ребят, встроенные шейдеры самого Optifine получают 0 баллов, так как это вообще не шейдеры как таковые. Под водой. Ну, сейчас проверю, если вам так важно. Да. Под водой ничего не изменилось. Поэтому, мне кажется, то, что лидирует именно шейдер Куда. Я им поставил 8 баллов, и то потому, что под водой там ничего не видно, даже с ночным зрением и водным дыханием. Вот разработчики могли бы это учесть. А так... Нет, это изменилось. Что изменилось? Ну, трава. Трава это из-за Optifine такая. А так все равно 0 баллов. Это сам Optifine делает такую воду. Черепахи... Ну, если мы, например, сейчас через настройки графики и шейдеры сделаем отключены вообще... То ничего не изменится. Там, короче, Колян что-то говорил про чешуниц. Но, да. С отключенными шейдерами ничего не изменилось. В отличие от этих вот... Верасол... Встроенные и отключенные шейдеры. Это одно и то же. Поэтому, ребят, не скачивайте шейдеры под названием Верасол. Эти люди просто хотят вас обмануть. Не знаю, кто их придумывал, но реально. Эти люди просто мошенники. Хотят, чтобы у них было больше скачиваний. Они там разбогатели. Но шейдеры у них это не шейдеры. Я вообще не знаю, что они туда добавили. Эти шейдеры никаким образом не являют на мир. И поэтому я вам советую именно шейдеры Куда. Ну, шейдеры Куда и шейдеры Виздом. Я, правда, не смог скачать Виздом именно на эту версию. Но на прошлой версии, когда я играл именно с шейдерами Виздом... Да, Виздом. То мне они очень понравились. Так, можно, пожалуйста, потише? Да. Ещё раз повторю. Я вам советую два шейдера. Если вы играете на старой версии, то это Виздом. Если на новой, то это Куда. Но всё равно Куда, я бы даже сказал, побила бы и сам Виздом. Который я когда-либо скачивал давно и играл на нём. Потому что Куда... Ну, здесь мне не нравится Океан, ещё раз повторю. Всё остальное же мне нравится. Шейдеры Террасол и... Сейчас я вам покажу. Из шейдеров. Вот эти вот два нижних шейдера, это плохие. Сеус Ревен Ренет, это... Это тоже плохие шейдеры. Вот единственные два шейдера, которые я вам посоветую на версии. 1.13.2, это Океана Шейдерс и Куда Шейдерс. А всё остальное, мне кажется, это... Вообще и не шейдеры. Ну и на этом мы заканчиваем наше видео. Надеюсь, вам понравилось оно. И я провёл такую ревизию по шейдерам. И сказал, какие шейдеры надо играть, на каких не надо. И надеюсь, вы сейчас тоже скачаете шейдеры Куда. Если, конечно, вы захотите, я могу даже показать, как устанавливать шейдеры. Но, наверное, у вас с этим проблем не будет. Ну и на этом мы можем заканчивать наше видео. Спасибо за то, что вы его досмотрели до конца. Ну да, если вы его досмотрели до конца. Хотя, если вы это видите, то вы его досмотрели до всего. И на этом мы заканчиваем. И всем пока.